В эфире информационная программа В преддверии новогодних праздников охота на пьяных водителей усилилась На помощь автоинспекторам выходят и бдительные резанцы В четверг вечером автолюбители задержали пьяного водителя Соответствующий пост и видео разместили в социальных сетях На Муромском шоссе они увидели иномарку со странным стилем езды Автомобиль несколько раз задевал отбойники, но продолжал движение несмотря ни на что На светофоре очевидцы попросили мужчину выйти из машины и отдать им ключи На кадрах видно, как позже появляются сотрудники ГИБДД В комментариях поступок оценили по-разному Одни пользователи считают, что следовало просто передать пьяного мужчину родственникам И не сообщать в полицию Другие утверждают, что нарушитель должен понести заслуженное наказание В ближайшие дни в регионе начинаются новогодние корпоративные праздники Которые многие отмечают распитием алкогольных напитков Госавтоинспекция напоминает, что управлять транспортным средством После принятия спиртного категорически запрещается Данный факт может привести к печальным последствиям В соответствии с административным законодательством За управление транспортным средством в состоянии опьянения Водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей С одновременным лишением права управления На срок от полутора до двух лет В случае, если нетрезвого водителя задержали во второй раз Либо он повторно отказался от медосвидетельствования На данное состояние Гражданину грозит не административное, а уголовное наказание Вечером в четверг половина города встала в пробку Стояло Касимовское шоссе в обе стороны, улица Новая и Солочинское шоссе На котором и произошла авария, ставшая причиной заторов Между постом ГИБДД и мостом через Акум Военный КАМАЗ, перевозивший на платформе БМД Буквально раздавил автомобиль марки «Шевроле» В ближайшие дни в регионе начинаются новогодние корпоративные праздники Которые многие отмечают распитием алкогольных напитков Госавтоинспекция напоминает, что управлять транспортным средством После принятия спиртного категорически запрещается Данный факт может привести к печальным последствиям В соответствии с административным законодательством За управление транспортным средством в состоянии опьянения Водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей С одновременным лишением права управления На срок от полутора до двух лет В случае, если нетрезвого водителя задержали во второй раз Либо он повторно отказался от медосвидетельствования на данное состояние Гражданину грозит не административное, а уголовное наказание В последнее время доверчивые жители, особенно пенсионеры Распахивают двери своих квартир перед мошенниками Которые представляются сотрудниками газовой службы После очередного такого обхода лжегазовщиками Из квартиры пожилого жителя села Заокское Пропала крупная сумма денег Более 100 тысяч рублей Мужчина обратился в полицию Буквально через пару часов после совершения кражи Похищенные сбережения пенсионера 107 тысяч рублей изъяли К хищению оказались причастны две резанки 52 и 20 лет Молодая женщина беспрепятственно вошла в дом пенсионера Потому что входная дверь была не заперта Пожилой человек спал, но после появления в прихожей незнакомки проснулся Представившись работником газовой службы Злоумышленница расспросила хозяина дома о состоянии газового оборудования И убедившись, что все в порядке, ушла Оказывается, во время визита женщины, пока хозяин был отвлечен беседой Ее помощница незаметно вошла в дом и осмотрела комнату Обнаружив в одном из укромных мест мебели наличные деньги Женщина похитила сбережения и вышла на улицу 22 декабря в России отмечают день образования пенсионного фонда За более чем четверть века своего существования Он стал надежной структурой по оказанию госуслуг населению И финансовым гарантом прав старшего поколения Что представляет собой сегодня структура ПФР в нашем регионе И насколько значима деятельность фонда Расскажем далее Областное отделение 17 управлений и Центр по выплате пенсии Такова на сегодняшний день структура отделения Пенсионного фонда России Паризанской области В ней трудится более тысячи человек, которые обслуживают пенсионеров Предоставляют выплаты федеральным льготникам И взаимодействуют с хозяйствующими субъектами В целом ПФР в настоящее время реализует предоставление гражданам 22 государственных услуг Связанных с важнейшими социальными выплатами А также реализацией ключевых социальных гарантий Для того, чтобы гражданам было удобно взаимодействовать с территориальными органами Создаются и развиваются электронные сервисы Большинство госуслуг у нас можно получить через портал государственных услуг Также у нас имеется портал Пенсионного фонда В интернете, где у нас имеется И возможность гражданам написать, подать заявление О назначении пенсии с приложением необходимых документов Написать заявление о способе доставки пенсии Ну и решить многие другие вопросы Несмотря на то, что сегодня даже пенсионеры активно осваивают компьютеры Большинство из них гораздо удобнее прийти в отделение пенсионного фонда Для получения той или иной услуги Так что главную роль в работе ПФР, конечно же, играют люди Марина Носова работает главным специалистом-экспертом отдела назначения пенсии уже 10 лет Работа у нее и ее коллег сложная Требующая обширных знаний, но интересная Естественно, работа нравится Если бы она мне не нравилась Я, наверное, столько лет здесь бы и не проработала И также наш коллектив У нас коллектив, сложившийся уже на протяжении многих лет Дружный коллектив, надежный Друг другу свое плечо подставляем Всегда помогаем в работе, все взаимосвязано И стараемся людям помочь Чтобы назначить более достойную пенсию Помочь с документами, объяснить, разъяснить и так далее Работа с людьми и документами далеко не все, что интересует Ирину Носову Совсем недавно ее коллеги узнали о том, что Ирина Ивановна уже около 20 лет пишет картины Несмотря на то, что профессионально она этому нигде не училась Работам Ирины могли бы позавидовать даже профессионалы Сегодня ее удивительные пейзажи украшают стены Рязанского отделения пенсионного фонда Можно сказать, что это ее первая выставка Работы которой радуют и создают праздничное настроение коллегам Оказывается, это приятно, когда хвалят И хочется дальше творить И люди, которые приходят, они идут с горящими глазами Подходят ко мне Вот какая ты молодец, ты вот так вот сделала А мы тоже можем Кто-то фотографией занимается Кто-то делает поделки, кукол валяет Кто-то фотографирует Необыкновенно В принципе, у нас в пенсионном фонде Как бы из года в год Происходят какие-то конкурсы Поделок или фотографий То есть это у нас приветствуется Потому что, естественно, жизнь коллектива состоит не только в работе Но взаимное понимание, взаимное уважение и интерес к друг другу Это тоже немаловажно Творческие, активные и любящие свою работу Сегодня, в преддверии Нового года, сотрудники пенсионного фонда Отмечают 27-летие образования данной структуры Ежедневно, выполняя свои профессиональные обязанности Они не забывают о главном принципе Работаем для всех, заботимся о каждом Именно следуя этому принципу И будет развиваться работа пенсионного фонда В дальнейшем Ну а нам остается поздравить сотрудников ПФР России и Паризанской области И пожелать им успеха Ирина Ковалева, Игорь Глотов Телекомпания «Город» Главный праздник страны Становится все ближе Пора задуматься, как его встречать Новогодний символ предлагают многочисленные елочные базары Но для начала бизнесменам нужно доказать Что деревья они приобрели по закону В лесу родилась елочка, в лесу она росла Пока не пришел злой браконьер и не срубил ее Этот старый анекдот актуален и по сей день Полицейские называют таких браконьеров черные лесоробы Срубить только одну елку для них Это скорее исключение из правил Так, 12 декабря полицейские совместно с сотрудниками прокуратуры Кадамского района Обнаружили незаконную делянку На которой заготавливали сосновые деревья По следу трактора, который остался на снегу, нашли злоумышленника В незаконном срубе деревьев подозревают 55-летнего жителя села Дарина За первый заход мужчина срубил 9 деревьев Злоумышленник готовился ко второму, но полиция пресекла его действия В преддверии праздников Рязанской области усилен контроль за рубкой елей и сосен Соответствующий приказ Министерства природопользования опубликован на сайте ведомства Что примечательно, операция по охране хвойных деревьев от незаконной вырубки называется елочка Штрафы за нарушение закона огромные За незаконную рубку хвойных пород деревьев предусмотрена ответственность По статье 8.28 Кодекса административного повышения За который предусмотрен административный штраф до 300 тысяч рублей Также предусмотрена уголовная ответственность По статье 260 Уголовного кодекса Российской Федерации Штраф за данное деяние предусмотрен до 500 тысяч рублей Либо обязательно работать до 480 часов Либо лишением свободы на срок до двух лет Ехать в лес за новогодней красавицей не рекомендуют ни полицейские, ни сотрудники ДПС Ведь госавтоинспекция не осталась в стороне и также проводит профилактические мероприятия Сотрудники дорожно-патрульной службы, в частности на стационарных постах ДПС Нацелены на выявление и пресечение незаконной перевозки деревьев хвойных пород Купить новогоднее дерево официально можно на одном из елочных базаров города В Рязани таких 8 Высоковольтная улица сельских строителей, Московское шоссе Они будут располагаться в каждом районе города На елочных базарах продаются сосны, ели и лапник Купить зимнюю красавицу можно и на ярмарках выходного дня, розничных рынках, а также вблизи торговых центров У продавцов должны быть на руках соответствующие документы, в которых обязательно указывается, откуда привезены деревья А также товарная накладная и договор, в котором прописана точка продажи Цена на рождественские деревья варьируется от 500 рублей до нескольких тысяч Можно купить отдельно еловые ветки Стоить это будет дешевле, зато они наполняют ваш дом запахом праздника Продавец предупреждает, что главное не откладывать покупку новогоднего дерева надолго Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город» К Новому году подготовка идет полным ходом Украсить, приготовить подарки и подумать о праздничном столе Из обязательного сладкого угощения Рязанские производители решили облегчить жизнь хозяек и приступили к выпуску специальных праздничных тортов Муниципальное предприятие «Хлебозавод номер 3» города Рязани Входит в число предприятий лидеров хлебопекарной отрасли Рязанской области Уже на протяжении 16 лет здесь выпускают не только хлебобулочные, но и кондитерские изделия Торты и пирожные, которые изготавливают кондитеры, могут стать как ежедневным угощением к чаю, так и украшением праздничного стола Сегодня это особенно актуально Хозяйкам к Новому году предстоит приготовить множество блюд Так что времени на десерт может просто не остаться И тогда придутся весьма кстати торты, которые выпускают специально к Новому году Подготовка к этому празднику начинается за два месяца За два месяца придумывается дизайн тортов к Новому году Меняется полностью дизайн тортов поточных, а дизайн тортов заказных обновляется ежегодно Поточные торты – это те торты, которые вырабатываются на заводе изо дня в день Однако благодаря стараниям дизайнеров и кондитеров в преддверии праздника они превращаются в настоящую новогоднюю сказку Вариантов дизайна заказных тортов очень много Например, его можно сделать в виде снеговика или же по-особенному украсить Этим кондитеры занимаются в специальном цехе Здесь отточенными профессиональными движениями на поверхность тортов наносится крем И в итоге рождается настоящее произведение искусства Елена работает здесь уже 10 лет В создаваемое ею изделие она старается вложить душу Сложностей технического процесса Елена уже просто не замечает А к своей работе старается подходить творчески Это должно, наверное, идти изнутри То есть нравится готовить, нравится отделывать, смотреть что-то, придумывать Помогает и технический прогресс Так, без привлечения кондитеров на торте сегодня может появиться абсолютно любой рисунок Это становится возможным благодаря использованию съедобных вафельных открыток Предприятием приобретена машина для печатания вафельных открыток пищевыми красками И приобретены сами вафельные пласты Поэтому выбирается компьютерщиком рисунок Рисунок наносится на вафельную открытку И дальше прогоняется через цветной принтер Помимо того, что обновляется дизайн кондитерских изделий К празднику создаются абсолютно новые виды тортов с оригинальной рецептурой Важно то, что вся продукция, выпускаемая на этом хлебозаводе Изготавливается только из натуральных ингредиентов Настоящего сливочного масла, сметаны, творога А кондитеры выполняют свою работу с любовью Отчего торты становятся еще вкуснее Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город» Социальные исследования показывают Около 30% людей с инвалидностью Не удовлетворены уровнем своего образования Более половины молодых людей с ограниченными возможностями здоровья Уверены, что их права ущемляются Вопрос инклюзивного образования поднимался на круглом столе В Рязанском радиотехническом университете Валерий Седов продолжит Словосочетание «инклюзивное образование» знакомо немногим Оно означает особый подход к каждому ребенку Признание того, что они люди со своими особенностями Термин касается и людей с ограниченными возможностями здоровья Именно здесь, в бизнес-инкубаторе Рязанского радиотехнического университета Проходит круглый стол под названием «Эффективные инструменты развития инклюзивного высшего образования В рамках сети ресурсных учебно-методических центров» Инклюзивное образование – это возможность каждого Получить образование на всех ступенях Со стороны образовательных учреждений Это создание доступных условий Адаптированных программ Со стороны профессионального сообщества Это профессиональное переосмысление Обучение студентов С особыми образовательными потребностями Это трудный и сложный путь По которому идти легче вместе Круглый стол организован в рамках сотрудничества Рязанского радиотехнического университета С ресурсным учебно-методическим центром Московского психолого-педагогического университета Это еще раз подтверждает, что проблема актуальна Не только для нашего города, но и для страны в целом По последним данным, Рязанский регион находится на третьем месте По количеству людей с ограниченными возможностями здоровья Только детей с различными проблемами здоровья Три с половиной тысячи И всем нужно обеспечить хорошее образование Когда мы говорим об инклюзивном образовании Мы предполагаем непрерывность цепочки Ранняя профориентация Работа с родителями Поступление в учебное заведение Успешное обучение в нем С удовлетворением всех специальных потребностей в обучении С сопровождением Дополнительными учебными программами И как обязательный результат Успешное трудоустройство И правильная карьерная линия Даже у столичных вузов нет большого опыта обучения детей С ограниченными возможностями здоровья Но каждый год они расширяют сферу деятельности Приглашают на занятия новых преподавателей Все создано для того, чтобы такие дети чувствовали себя комфортно Рязанские вузы не отстают от московских коллег По словам Владимира Ускова Заместителя министра образования и молодежной политики Рязанской области В настоящий момент выстроена работа по поддержке инклюзивного образования Заключены соответствующие соглашения и ведется совместная работа Это позволит куда лучше профессионально ориентировать людей Которые уже обучаются по программам среднего и высшего образования Высшие учебные заведения нужно также адаптировать под потребности инвалидов В Рязани уже 4 года работает программа «Доступная среда» По словам Елены Карпенко, первого заместителя министра труда и социальной защиты населения Рязанской области Практически 99% объектов социальной инфраструктуры приспособлены под нужды людей с ограниченными возможностями здоровья Вы можете говорить при приспособлении здания, а какая-то финансовая сторона этого вопроса или поддержка со стороны областного бюджета, федерального бюджета, она предусмотрена или все это делается за счет самих учреждений? Поскольку высшее учебное заведение относится к федеральным в основном учреждениям, то соответственно в данном случае для того, что надо решать вопрос на уровне федерации по поддержке Немаловажным для инклюзивного образования остается и психологический аспект Говорить о том, насколько трудно приспособить, мы говорим в первую очередь о том, что в ВУЗ должны быть психологически, сотрудники ВУЗа и другие студенты психологически готовы принять всех как равных Что примечательно, параллельно круглому столу в Рязанском радиотехническом университете проходит заседание комиссии по делам инвалидов при президенте Российской Федерации Где также рассматриваются подобные темы – обучение людей с ограниченными возможностями здоровья и их трудоустройства По словам Елены Фроловой, получив хорошее образование, люди с ограниченными возможностями здоровья могут устроиться куда угодно на открытом рынке Ведь у каждой особенности есть своя компенсационная талантливость Но это лишь этап в развитии инклюзивного общества в целом Остается верить, что в будущем люди с любыми особенностями смогут на равных обучаться и работать по желаемой профессии Валерий Седов, Роман Вихров, телекомпания «Город» Быть ближе к природе, при этом оставаясь в городе, жить с комфортом и с комфортом отдыхать Все это предлагает вам жилой комплекс «Метропарк» Северной Компании Именно сейчас, пока идет его строительство, стоит задуматься о приобретении квартиры, так как потом может быть уже поздно Экологически чистый район, большое количество зеленых насаждений, развитые инфраструктуры, близость к центру города Все это можно сказать о территории, которая расположилась за торговым комплексом метро Именно здесь Северная Компания несколько лет назад построила жилой дом «Меркурий», который даже внешне выгодно отличается от современной многоэтажной застройки Красивая архитектура, качественная внешняя и внутренняя отделка, дорогостоящие оформления подъездов Все сделано для того, чтобы людям было комфортно и приятно здесь жить Мне нравится жить в этом доме, нравится территория, детская площадка удобная, спортивная площадка, хорошие квартиры большие, теплые Отопление, в общем-то, можно как бы самим регулировать, очень удобно Ну и вообще красивый дом, удобный, просторный, подъезды, все нравится Закрытая территория, спортивные, детская площадки во дворе дома и еще один плюс, который отмечают те, кто живет в этом доме Детская площадка, это вообще отдельное спасибо создателям и строителям Потому что это продуманно, это удобно, это комфортно Это всегда ребенок под присмотром, здесь много друзей И это, конечно, в жизни это важный фактор На сегодняшний день в этом же районе Северная Компания продолжает возведение жилого комплекса «Метропарк» На территории площадью 40 гектаров расположатся корпуса переменной этажности в окружении великолепного паркового ансамбля В оформлении внешних фасадов, простых по форме зданий, будет использована декоративная штукатурка светлых пастельных тонов и искусственный камень А внутренняя отделка из качественных материалов предусматривает современный дизайн во всех помещениях Одним из преимуществ жилищного комплекса «Метропарк» является близость к природе и реке Трубеж Вдоль которой в скором времени появится обустроенная набережная с песчаным пляжем Северная Компания проведет дно углубительные и берегоукрепительные работы Так что здесь можно будет загорать, рыбачить и устраивать пикники Летом у реки появятся шезлонги и зонтики, волейбольные площадки и лодочные станции А зимой водоем будет превращаться в большой каток Кроме того, на территории в 20 гектаров предусмотрено создание тематических парков, декоративных водоемов и зоны отдыха В просторных дворах будут оборудованы детские и спортивные площадки А в шаговой доступности от «Метропарка» уже достраивается Центр единоборств Проект которого выполнен специалистами Северной Компании Также силами этой строительной компании уже построена новая дорога к жилому комплексу «Метропарк» Который в будущем обеспечит удобный подъезд к домам И на этом у меня все Я напомню, что все новости вы также можете смотреть на нашем сайте Я прощаюсь с вами до завтра Мы подведем итоги этой недели А пока хорошего завершения дня Жилой комплекс «Рассвет» в Дядьково Это пилотный проект фонда «Центр» Поддержки предпринимательства Рязанского муниципального района Сбалансированные планировки одно- и двухкомнатных квартир Высокий уровень строительных и отделочных работ Являются неоспоримым преимуществом данного проекта Хорошая транспортная доступность и развитая инфраструктура в сочетании с тишиной и экологичностью загородной жизни До конца октября действует акция Скидка 3000 рублей с квадратного метра на квартиры на пятом этаже Приезжайте, выбирайте, покупайте, живите, радуйтесь Внимание, внимание! Сообщаем сводку от Новый год информбюро Сегодня войска Деда Мороза обнаружили группировку настоящих европейских салютов Город Рязань, торгово-развлекательный центр, премьер, павильон на парковке Салюты были окружены и сейчас сдаются на наших условиях 50% от суммы покупки каждому покупателю в подарок Успи, будем держать акцию до 27 декабря Повторяю дислокацию, ТЦ «Премьер», павильон на парковке Субтитры создавал DimaTorzok